Снова канал Lecafish Fashion Illustration и я, Лещенко Ольга. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом, как строить фэшн иллюстрацию с помощью таких красивых пухлых губ, которые мы рисовали в предыдущем мастер-классе. Я буду работать в данном случае с зелеными губами и с брендом Dior. Для начала я хочу нарисовать голову и простроить части лица. Очень просто и быстро, с помощью круга и вытянутого прямоугольника. Здесь, там где заканчиваются наши ушки, примерно начинается наш нос. Я его обозначаю условно и сразу простраиваю губы, так как губы в данном мастер-классе это приоритет. На основе крестика я рисую похожую на ромб фигуру, делаю такие петельки и ставлю галочки. Одна вверху, вторая посредине более широко и оформляю наши губы. По линии смыкания, а также вокруг. На данном этапе я уже могу мою будущую фэшн-иллюстрацию обводить обычным маркером, черным. Для того, чтобы сделать контуры более четкими и впоследствии убрать линии построения, карандашные. Обозначаю форму ушей, силуэтную форму, рисую нос, а также обозначаю линию губ и обвожу полностью все наши детали. Как я сказала ранее, я буду работать для дома Диор, для нишевых духов. У меня будет вот такая повязка. Здесь я напишу название бренда. И философия будет необычная, потому что я хочу сделать посредине черепа вот такую молнию и разрез. И также обозначить швы для того, чтобы объяснить зрителям, что ароматы Диор настолько проникают в голову, настолько дарят новые ощущения, что даже с закрытыми духами вы всегда определите, что этот аромат именно этого бренда. На этом этапе я полностью стираю линии построения, карандашные линии. Вот. И сметаю остатки карандаша и эластика щеткой. Теперь пришло время для зеленых губ. Я беру два оттенка, салатовый и изумрудный, копики, фирмы Копик, и прорабатываю верхнюю губу. Точно так же, как я прорабатывала это в предыдущем мастер-классе. Кто не видел, я рекомендую к просмотру, а так же делитесь моими видео с вашими друзьями, дорогие друзья и уважаемые коллеги будущие. Вот. Прорабатываем серединку губ. Так же сводим на небольшой овал в нижнюю губу. Таким образом у нас остается блик, который очень необходим для дополнительного объема и красоты и блеска губ. Прорабатываем дальше. Да, посредине, вот в этом разрезе у меня будет идти вот такой росток. Это идея для дома Dior, для бренда, для нишевых духов. И обвожу все красным. Таким образом у меня такие два очень ярких цвета, самых ярких сочетания. Это красный и зеленый. Не зря его выбрали для светофоров, для того, чтобы его лучше можно было заметить. Поэтому, так как я хочу сейчас сделать очень яркую иллюстрацию, показать вам на этом примере, как можно быстро и ярко сделать красивую идею, оформить ее с помощью самых простых средств. Уважаемые друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих техник, которые я вам рекомендую. Моя идея, моего именно канала, чтобы вас, дорогие друзья, научить быстрее рисовать с помощью простых материалов. Также я буду рассказывать в дальнейшем о сложных материалах, где их приобрести, какая их стоимость и какие бывают подделки, чтобы вы не попались. Какие есть средства графические, чтобы быстрее сделать вашу фэшн иллюстрацию. Как себя ведут копики, а также промаркеры после транспортировки, например, авиатранспортом и так далее. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующем мастер-классе. И на сегодня все. И пока-пока. До следующих встреч. Продолжение следует...